Привет! Это Юля, и вы смотрите канал Puzzle English. Давно прошли времена, где книга была единственным помощником в изучении иностранного языка. Сейчас свой словарный запас английского можно обогащать посредством кино, литературы и музыки. Сегодня мы с вами как раз разберем новую песню известной американской певицы Кэти Перри под названием Electric. Нравится учить английский, слушая популярные хиты? На нашем канале собран целый плейлист английский по песне. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. Поехали! Несмотря на простой доступный язык хита, он богат множеством интересных и часто употребляемых в повседневной английской речи выражений. А еще эта песня очень мотивирующая и заряжающая. Обратим внимание на слово wanna. Это сокращенная вариация глагола wants to, что означает хотеть чего-то. Также следует запомнить выражение at what cost. Оно переводится как какой ценой. Глагол got to также является сленговым, сокращенным от got to, и означает должен сделать что-либо. Следует отметить еще и no point in waiting. В данном контексте выражение употребляется как нет смысла ждать. Запомните выражение to bring you down. В переводе он означает как сломать, сбить с пути, расстроиться. Здесь звучат теплые слова поддержки. You're not alone. И we got each other. Которые обозначают ты не один и мы есть друг у друга. Cause это наиболее распространенный вариант использования уже знакомого нам слова because в современных песнях. означающего потому что, по той причине что. Давайте также акцентируем внимание на глаголе to discover. Изведать, открыть новое. Откройте для себя пазл English в тренажере видеопазлы. Слушайте популярные мировые хиты и тренируйте аудирование. Все неизвестные слова можно добавить в словарь и учить по методу интерфальных повторений. Первые две недели занятий бесплатно. Конструкция to be going to вкратце звучит как gonna. Она обозначает некое действие, которое кто-то собирается сделать. Популярное выражение to make it out переводится как справиться, выбраться, найти решение проблемы. There is no reason довольно часто употребляется в английской речи. Слово reason означает причина. В припеве песни же предложение звучит следующим образом. Нет причин, по которым эта жизнь не может искрыться электричеством. Как вам эта песня и огненное выражение из нее? Ну а теперь, чтобы сегодняшний день не прошел зря, я предлагаю вам пройти тест на знание английского языка по ссылочке в описании. Верьте в себя, друзья. У вас все получится. Слушайте вдохновляющие песни, одновременно изучая английский. С вами была я, Юля. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok